Всем привет! Сегодня поговорим про новый воздушный тепловой насос. Ну, вернее, он не новый, просто обновленная версия серии R. Я про него много говорил на выставке, рассказывал, что будет дополнительный трехходовой, двухходовой, но не очень было понятно, о чем я говорю, возможно. И сегодня он наконец-то приехал, поприветствуем нашего нового брата нашей серии, в нашей линейке тепловых насосов, Данхит. Собственно, что здесь изменилось, что нового. Подробнее потом нарисуем на доске, чтобы было понятно графически, но в целом расширился комплект поставки и появилась новая автоматика. Теперь у нас будет дополнительный трехходовой вентиль на обратке, который будет ее перекрывать, и два двухходовых вентиля, которые будут закрывать бочку отопления на летний сезон, то есть чтобы она работала только на горячую воду, и перенаправлять поток на кондиционирование. Подробнее потом опять же нарисуем на доске. Что у нас теперь в комплекте поставки изменилось? По поводу, помимо всех старых проводов, которые являлись удлинителями, температурными датчиками, у нас теперь температурных датчиков шесть. Это огромный пакет проводов, на первый взгляд ничего не понятно, но на самом деле все просто. Шесть датчиков. Если раньше некоторые из этих датчиков были встроены внутрь теплового насоса и шли сразу отплаты к трубам, то теперь их можно располагать там, где будет удобно монтажникам, ну то есть и нам тоже, и пользователям. Соответственно, есть датчики отдельно на систему отопления, на систему кондиционирования, на бак с горячей водой, на солнечный коллектор, ну у него устроена автоматика солнечного коллектора, про сервер, это мы давно знаем. Именно температурный датчик, который будет мерить температуру воды в контуре солнечного коллектора и температурный датчик, который меряет наружную температуру. Дальше два трехходовых вентиля сразу в комплекте поставки, два двухходовых вентиля в комплекте поставки. Наша любимая группа безопасности, которая ставится сверху. Ну, все подключения, все трубки для того, чтобы удобно подключить трехходовые, можно было, чтобы вынести. Также для примера покажу двухходовый и трехходовый вентиль. Здесь ничего необычного. Так, давайте откроем. Да, здесь внутри тоже появились некоторые изменения. Во-первых, обычная дополнительная звука и теплоизоляция на передней крышке. Вообще тепловой насос сам по себе стал больше. За счет этого у нас расширилось пространство внутри. Можно подлезть, можно что-то тут сделать, если вдруг понадобится. Ну, как-то получше компоновали. Ну, естественно, мы теперь видим, что нет вот этой крышечки термостата. Появилось электронное табло, где с помощью кнопки включается электронагреватель. И все установки производятся тач-скрином. Здесь панелька такая. Мы ее потом зажжем и покажем, как она работает. Обновили циркуляционный насос халмовский. Он стал немножко побольше. Но, в принципе, все то же самое, тоже серия АНП-энергосбережения. Вот. Сейчас мы его включим, покажем, что здесь внутри изменилось. И расскажем на доске подробнее с картинками, зачем нам нужны дополнительные трехходовые вентили. Добрый день. Я сегодня у Глеба рассказал, чтобы про то, как устроено непосредственно все внутри. Сейчас посмотрим, как идет включение непосредственно электрического котла. Все достаточно просто. Значит, нажимается кнопка тач-скрином, крыльчик. Достаточно красивый стол, без крутилок. Нажимается кнопка для самостоятельного включения, принудительного включения циркуляционного насоса. Циркуляционный насос пошел работать. Скорость регулируется достаточно просто и хорошо. Все, насос работает. По единственному, что он сейчас не включен, поэтому я его выключаю. Все. То есть сейчас происходит следующий момент. Я включаю принудительное включение насоса после того, как здесь включаю в кул на электрическом котле. После этого система переходит, так сказать, в режим, когда принудительно запускается непосредственно электрический котел мощностью 3 кВт. Для того, чтобы после тестовых испытаний в этом году, когда у нас были морозы ниже 25 градусов, когда мы были вынуждены заказчикам часто объяснять, говорить, как работает электрический котел, здесь мы полностью исключили этот момент и видим следующее сейчас на объекте. То есть на нашем непосредственном оборудовании то, что электрический котел можно включать принудительно, на случай экстренных ситуаций, можно управлять им, можно включать принудительный циркуляционный насос. То есть он может работать как от автоматики, так и непосредственно от кнопки включения-выключения. При этом наш контроллер остался прежним. Единственное, что его расширит диапазон. Теперь он управляет достаточно многими функциями, о которых рассказал Креп в предыдущем сюжете. Теперь у нас выход с циркуляционного степлового насоса идет управлением двумя трехходовыми вентилами. Для чего это делается, чуть-чуть попозже мы это объясним. Теперь посмотрим более подробно его полное устройство, то, что часто нас просят показать. Итак, на части с левой панели написаны все его технические характеристики. Производитель, непосредственно фреон. Сейчас мы стали писать подготовку воды, какая должна быть непосредственно для него. Здесь это все есть. Предупредительные знаки, все. Это с этой стороны. Внутри насоса видно серьезный большой теплообменник, пластинчатый, который комплектуется на заводе Данфас. Халм, наш разберегающий насос. Здесь новая плата, которую, кстати, сейчас я разберу и покажу внутри. Электрический котел мощностью 3 кВт. Снизу удобно непосредственно подходить, подлезать. Все термоизолировано. Удобные выходы всех проводов. Полностью крышки новые. Существенно большая, весомая. Чувствуется, как она закрывается. С этой стороны, с нижней части, у нас выход, подача, выход непосредственно системы отопления или охлаждения. Дюймового выхода. Выхода на управление трехходовыми кранами, которые можно подсоединить достаточно удобно к нашей системе. Сейчас покажем как. И обратим внимание на тонкости. У насос новый, как видно. Еще заглушки не все открутили. Итак, как-то делается. Подсоединяется трубка. В другом конце трубки. Видите, она легко сжимается. Сгибается как надо. Точнее, непосредственно к этому концу трубочки подсоединяем через... Так, вот как-то сейчас так. Итак, дальше идут сразу коннекторы, которые не надо ничего здесь придумывать лишнего. Соединили. Получаем в итоге узел трехходового модуля. Значит, для чего... Да, кстати, сейчас коннектор именно такой. Сейчас мы поможем показывать, как это было на проходящей до этого модели. Промежуточной, скажем так. Там вот видно желтые непосредственно основания. Приходилось вручную их там крутить, что не есть правильно. Сейчас, как видите, все ушло в прошлое. Итак, прошу минутку внимания. Вот еще что. Для чего мы сейчас это вообще все придумали? Вот эту всю сложную конструкцию, перевернули в вентиль. Вот для чего. Если как раньше, точнее даже не раньше, в тестовых испытаниях этой промежуточной серии, сейчас это полностью промышленный абрадист, который все стартует, его продажа. Почему мы раньше прикручивали непосредственно вот сюда? Казалось бы, проще гораздо непосредственно так сделать, нежели сейчас мудрить какую-то вот эту схему непонятную. Так вот, если трехходовый кран, какой сейчас там, стоит в таком положении, то в режиме охлаждения летом, получения горячей воды, здесь будет образовываться конденсат. То есть, по нему будет идти холодная вода, по сути дела. Конденсат будет попадать непосредственно на электрическую обмотку трехходового крана и произойдет его полностью исключение. Для этого мы и придумали эту систему с поставкой такой гофры нержавеющей, чтобы можно было ее на объекте таким образом перевернуть его и вынести в точку, которая нам удобна. Либо сюда, либо сюда. Поэтому фактически полностью исключить попадание холодной воды и образование конденсата непосредственно в одну трехходового крана. Сейчас расскажем, что у нас происходит с двух удовольствием кранами. Такова их поставка. Спрошу моего помощника подойти сюда. Значит, внутрь мы уже с вами заглянули практически. Нет, еще не заглянули. Мы сейчас непосредственно вам поможем, открутим. Сейчас, пап, вы наведите, я схожу за отверткой. Произведем вскрытие, но не полное, а частичное. Чтобы показать, что непосредственно стало теперь внутри. Итак, здесь внутри идет сразу принципиальная схема. Значит, у нас в данный момент сейчас интересует вот эта линейка датчиков, которые сейчас не подключены. Но каждый датчик подписан для удобства. Комплектуется выносным шнуром до 20 метров. Не ваша коннекта с подписью, какой датчик здесь идет. Подключили. Данный датчик выносится в нужную точку ставится. Куда ставится, здесь все подписано. Дальше здесь идет силовая часть, которая подключается 220 на ТЭН, на компрессор и на внешний модуль со стороны улицы. Прикроем. Значит, если мы говорим про управление двухходовых кранов, то непосредственно вот этот коннектор подсоединяется к плате. Для управления двухходовых кранов используются специальные коннекторы, которые идут также в комплекте поставки. И сразу же мы их подключаем к двухходовым кранам. Одновременно. Потому что работают они, как и трехходовые краны, одновременно. Итак, собрали. Данный коннектор удлинили и подсоединили непосредственно к плате модуля управления. Что еще можно сказать по поводу внешнего вида? Значит, с задней стороны, можно подойти сюда и покажу, что здесь сзади. Точнее говоря, даже сверху неправильно я сказал. Значит, здесь у нас выход. Подключение на нас вот ТЭНа, подключение внешнего блока 220 вольт. Завод кабеля, здесь вот видно пустой штекер, это для внешнего уличного модуля. Здесь идет модуль управления. То есть это идет на наш контроллер. Значит, подключили к контроллеру. Здесь коннектор комплектуется дополнительным шнуром. Вот я его показываю. Можно здесь разъединить. Соединить с удлиняющим шнуром. И мы получили удобное расположение, если, допустим, мы подключаем внешний модуль в ЭТП, либо на далеком расстоянии, например, на третьем этаже, либо где-то высоко. А нам модуль управления всей системой хочется повесить для удобства расположения поближе к нему, либо на кухне, либо в прихожей. Пожалуйста, все решения проблемы здесь уже предусмотрены. Здесь у нас идет подключение группы безопасности. Помощников прошу поскорить сюда, то он просто застыл немножко. С этой стороны. Значит, идет подключение блока. Здесь накручивается, видно, выход. Написано, выход под воздушную систему безопасности. Группу безопасности, точнее говоря. Все. Навернули, получили. Единственное, что выход вот здесь дренажного отверстия комплектуется подзрачной трубочкой. К сожалению, забыли мы ее вынуть. Из блока комплектуется. И вот сюда... Ты подводи сюда, пожалуйста. Вот сюда, вот выводится. Значит, сюда непосредственно в это отверстие. Дальше, с той стороны, попрошу обойти, помощника показать, где трубочка будет выводиться с конденсатом. Вот она выходит снизу. И здесь этот, даже не конденсат, неправильно я сказал, а в случае срабатывания клапана, предохранителя клапана, это будет выходить либо в канализацию, либо в специально отводное отверстие. Вот что касается нашего нового промышленно готового уже к реализации. Мы теперь полностью готовы брать на все ответственности и говорить, что мы ее разработали, мы ее родители, мы ее родили и готовы перевыпускать. Это 9-киловаттная серия с полностью готовым под потребителя всеми устройствами. Под горячую воду, под охлаждение и под отопление. Единственный момент в следующем кадре мы сейчас расскажем про внешний блок. Мы его тоже немножко доработали. Изменения коснулись и наружного блока. И начнем с дизайна. В целом мы изменили старый серый дизайн на белый с полосочкой под маркой Данхит. Это что касается дизайна. Значит, звук мы добавили... Да нет, лучше перезаперим. Как вот эту штуку назвать? Кейсом ее не назовешь. Изменения коснулись и дизайна наружного блока. Мы его разукрасили в белый цвет вместо скучного серого, добавили черную полоску. Все стало в нашем стиле, как мы и хотели, как вам обещали. Сбоку, для удобства монтажа и для того, чтобы в целом внешний блок смотрелся более аккуратно, мы скрыли с помощью вот этой крышки от непогоды, от взглядов, от психик, теплоизоляцию и подключения по фреону. То есть, если раньше, кстати, эти коннекторы были повернуты наверх, и чтобы нам войти в дом потом, надо было выгибать трубку под 90 градусов, что-то там обходить. Сейчас все стало гораздо проще, мы ее повернули под 45, вот эта крышечка скручивается, осуществляется монтаж, получается гораздо проще. Но это, в принципе, для пользователя это абсолютно все равно, а монтажникам гораздо удобнее. И крышечку это нам позволило надеть, то есть, если бы они стояли под 90 градусов, ну, тут бы были бы вопросы. Теперь все аккуратно. Наружный блок вот выглядит без вот этой рваной, без кусков меди, просто белый, хороший, аккуратный блок. Остальные наушества у нас сзади. Даже не то, чтобы наушества, а просто хотелось бы рассказать, здесь вот у нас стоит датчик наружной температуры, внизу под, ну, в общем-то, имеется подогрев картера, это оттеноподогрева картера. По наружному блоку это все. Итак, как теперь работает наша новая серия? Точнее говоря, наша старая, добрая и в то же время новая серия. Несколько режимов работы данного оборудования. Рассмотрим несколько режимов. Первый режим – отопление. На экране он отображается, как красивое солнышко. Итак, режим работы следующий. Через трехходовый экран теплоноситель поступает в нижнюю часть бочки. Наша бочка многофункциональная, поэтому она готовит как горячую воду, так и систему отопления. Поэтому направление потоков сейчас происходит таким образом. Идет в середину бочки в систему отопления подается теплая вода. Снизу идет непосредственно забор этой воды. Подается обратно в теплонасос на гидромодуль. То есть происходит циркуляция непосредственно в одной трети бочки. То есть здесь примерно где-то у нас одна треть. Вот в этой части, даже не одна треть, наверное, даже я скажу, одна вторая. Вот одну вторую часть мы греем до установленной системы отопления температурой. Мы знаем, что система работает таким образом, что максимальный СОП достигается, когда дельта по температуре минимальна. Поэтому мы говорим о низкой температуре системы отопления и рекомендуем водовая система отопления 30-максимум 50 градусов. Чтобы нам эту температуру подавать не круглогодично, чтобы система ГВС у нас, скажем так, не перебивала наш СОП, поэтому нижнюю часть бочки в комфортную температуру до резких морозов мы греем вот эту часть в районе до 40 градусов. И на систему отопления из нашей бочки верхняя часть идет 40 градусов на радиаторы, а нижняя часть нашей бочки идет до 30 градусов на систему теплых полок. То есть идет послойная система непосредственно подготовления горячей отопительной воды для отопления дома. Второй режим, который мы можем задавать, это отопление плюс ГВС. Что происходит в данном режиме системы отопления? Наша бочечка готовит горячую воду вверху. Это бак серии С, который мы также поставляем. Буквально через месяц выйдет новая разработка в нашем бак серии Р. там достаточно много нового у нас появилось. Но то, что как мы сейчас работаем в серии С. Итак, смотрим. В режиме отопления плюс горячее водоснабжение у нас идет всегда приоритет горячего водоснабжения. Трехходовой кран срабатывает таким образом, что ПО переключается на режим горячего водоснабжения и теплоноситель идет в верхнюю часть системы отопления. Максимум, сколько мы можем выставить на систему отопления, это плюс 50 градусов. То есть, в эту часть подается наиболее горячая вода. По обратке, которую мы забираем с одной, второй части бочки, идет обратка горячей воды и поступает обратно на гидромодуль. Система устроена таким образом у наших баков, что горячая вода циркулирует именно вот в этой части. И здесь подготовка идет до 50 градусов. Если надо, необходимо догреть эту бочку. Включается здесь до системы горячего водоснабжения, до 60 или для 75 для убивания регионов. Включается по задной программе наш электрический котел внутри теплового насоса и происходит догревание раз в неделю или по выставленной программе. Можно также использовать ТЭН, который здесь находится, с термопарой, который тоже может догреть до необходимой температуры. Но в любом случае с помощью этой хитрой, нехитрой, и в то же время доработанной нами системы получается так, что на втором режиме наша бочка расслаивается. Так как у нас там два теплообменника для системы горячего воснабжения, то первый теплообменник, когда поступает горячая вода, подхватывает, нагревает до 40, второй теплообменник подхватывает, нагревает до 50. И мы не нагреваем всю бочку до 50 градусов, тем самым мы не нарушаем целостную систему по СЕОП. Следующий режим, который хочется вам показать, там есть еще режим охлаждения, это снежинка, и режим охлаждения, мы остановимся сейчас на нем, плюс ГВС. Это нарисована такая будет леечка. В этот режим нам нужны как раз двухходовые краны. Зачем они нужны? Итак, так как у нас ветка по системе отопления и по системе охлаждения идет одна, то есть трехходовой вентиль работает таким образом, что по системе отопления и охлаждения идет в этом направлении, а трехходовой приключается только на систему горячего водоснабжения. Чтобы в летний период у нас не было захолаживания нашей бочки, можно было, конечно, в ручном режиме переключаемые кранами поступления системы ГВС и охлаждение оставить на нарисованном фан-койле. То есть это у нас фан-койл, который вырабатывает холодный воздух, либо теплый в режиме отопления зимой. Но наш контроллер вот в этом режиме отопление, охлаждение плюс горячего водоснабжения перекрывает нашу бочку двухходовыми кранами, не давая тем самым ей захолаживаться. И холодный воздух весь идет именно на фан-койл. При этом работа горячего водоснабжения не нарушается. Как вверх бочки мы нагревали до 50 градусов, одну-вторую, так мы и нагреваем. Вот просто не работаем больше с низом бочке. Если у потребителя есть желание чтобы или наоборот горячего дыма недостаточно, на нижнюю часть нашей бочечки установлен тенд. Вот здесь он находится именно здесь. Можно его включить на 30 градусов, и он потихоньку будет подогревать нашу температуру входящую там плюс 10, будет подогревать до 30, а дальше опять будет включаться наша система горячего воснабжения. Таким образом, зачем все эти краны двухходовые, трехходовые нужны были, я примерно вам объяснил. И таким образом, мы имеем не просто систему теплового насоса, к чему все эти наши разработки были и долгие искания, мучения, скажем так. Мы хотим сказать следующее, что мы принципиально меняем позицию свою. Мы говорим о том, что система должна постараться готовой к сборе. Это индивидуальный тепловой пункт. То есть полностью система готова взять для себя ответственность по горячей воде, по отоплению и по охлаждению. Плюс к этому наш непосредственно контроллер может работать еще так же с солнечным коллектором. То есть в нашем функциональном бочке есть еще пятый, это солнечный коллектор, который обвязывается на низ по теплообменнику. И мы можем готовить здесь четвертое, точнее, даже шестое. Идет возможность работать вот на этих контурах по высокосемпературному котлу, либо по дизельному котлу, либо по камину, либо по твердотопленному котлу, эта бочка может дополнительно обвязываться именно по этим ходам. Это все предусмотрено. Поэтому это полная целостная система для индивидуальных тепловых пунктов. Готовое решение, которое именно сейчас мы и хотим представить, оно идет готовое под маркой Данхит, и мы стартуем нашими продажами. Надеюсь, успешно. Спасибо вам.